Всем привет! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Что будет, если не покормить свадебных подрядчиков?» Готовы? Погнали! Итак, мои дорогие, я понимаю, что у кого-то свадьба совсем скоро, а гостям еще не разослали свадебное приглашение. Если свадьба у вас вот-вот уже летом, то самое время сделать пригласительный и разослать гостям. Тем более это очень удобно, можно сделать на свадебном портале Event4Me. Здесь, в общем-то, ничего придумывать, продумывать, рисовать не нужно. Здесь за вас уже поработал дизайнер, сделал стильный, интересный шаблон пригласительных. Вам остается только, в общем-то, выбрать тот шаблон, который вам подходит под стиль вашего мероприятия и сделать приглашение для ваших гостей. Помимо всего прочего, помимо того, что вы можете сделать приглашение, вы можете сделать и дополнительную полиграфию, которая необходима на ваше мероприятие. Это номерок на стол, который подойдет под стиль вашего приглашения, программку, меню и прочее. Все то, что будет полезно и пригодится вам на вашем свадебном мероприятии. Здесь есть приглашения бесплатные, можно абсолютно бесплатно сделать, либо платные, но за какую-то минимальную стоимость. Ну, начнем с того, что есть подрядчики, которых без кормления вы, в принципе, не сможете нанять на свое мероприятие, ну, в силу того, что у подрядчика есть райдер какой-то, да, или у подрядчика прописано в договоре, что обязательно его нужно кормить. Вот про них мы сегодня с вами говорить не будем. Этот ролик, скорее, про тех, у кого в договоре не написано, что его нужно покормить, и сегодня я расскажу о всех недоразумениях и недопониманиях, да, связанных с этим моментом. Итак, тут есть несколько сторон. Первое. Если у человека не прописано в договоре, что его должны покормить, но он подразумевает, что его покормят, ну, потому что до этого всегда так делали, и он думает, что, ну, ну, а разве может быть иначе? Его, в общем-то, всегда же кормили, все же прекрасно понимают, зачем это прописано в договоре, если и так понятно, что меня нужно покормить, да? И второе. Если у него не прописано, и он даже не рассчитывает на то, что его покормят. Скорее всего, в таком случае, этот человек совершенно без опыта, это начинающий человек, и просто еще он не знает, что желательно все-таки вот эти моменты как-то урегулировать с молодоженами. Давайте вот с самого начала будем сейчас с вами собираться, разбираться, да? Итак, предположим, что мы берем фотографа, ну, или, допустим, видеографа, и, допустим, у вас сборы начинаются в 8 утра. Фотографу до вас ехать где-то час, ну, допустим, за 30 минут он встал, проснулся, то есть в 6.30 он проснулся, позавтракал, доехал до вас, отснял сборы, съездил с вами на регистрацию, да, если регистрация у вас в этот же день, отснял, может быть, прогулку вашу, да, свадебную, и далее вы приехали вместе на банкет, а начало у вас, предположим, в 18 часов. Если даже говорить про гостей, да, которые приезжают из дома обычно на фуршет, они приезжают уже такие голодные, гости пока доехали от дома до площадки на фуршет, они проголодались, и они перекусывают на фуршете, и, в общем-то, с удовольствием это делают, потому что они уже успели проголодаться, хотя они просто доехали от дома до этого фуршета, да? Но фотограф, вы должны понимать, не подходит к фуршетному столу, так как это угощение для гостей, он прекрасно это понимает, поэтому фотограф не кушает на фуршете и ждет того момента, когда его покормят. Дальше начинается банкет, и человек, разумеется, рассчитывает, что его покормят. А теперь давайте вот вместе с вами будем представлять, да, представьте, что человек голодный, который целый день на ногах, целый день стоит, он даже не присаживается, да, он находится среди еды, в окружении еды, где все кушают, и все время находится в ожидании, что его покормят, его покормят, но его не кормят. Если бы он вначале точно знал, что кормить его не будут, ну, тут, понятное дело, он решил бы сам где поесть. Он имеет право отлучиться на час и сходить перекусить, и уже имеет право как-то сам урегулировать этот момент, да, то есть он, может быть, пойдет в соседний какой-то ресторан, может быть, он закажет себе еду, но, опять же, он может это сделать в удобное для себя время, то есть он может отлучиться в то время, когда привезут, например, эту еду, да, или в то время, когда там все, он понял, что я уже не могу терпеть, и развернулся и пошел покушать. Что теряет молодожен вот именно в таком случае? Ну, во-первых, это какой-то упущенный момент, когда фотограф отсутствовал в зале. Например, в этот момент поздравляли родители, да, или в этот момент был какой-то творческий сюрприз, возможно, да, фотограф или видеограф не засняли творческий сюрприз, потому что отлучились на покушать, ну, потому что их не покормили, им пришлось самим как-то решать и урегулировать этот вопрос. Ну, или, может быть, это был там первый танец, ну, всякие моменты какие-то упущенные, да, которые важны для вас, могут не попасть на фотографии или на видео, ну, в силу того, что фотограф просто отсутствовал в зале, потому что он не рассчитывал на то, что его покормят, и сам решил самостоятельно урегулировать этот вопрос. Предположим, у вас, допустим, что-то съехало, да, например, поехал тайминг, торт, допустим, не успели привезти, ну, или там что-то случится, там не успели бенгальские огни привезти, да, или, допустим, фейерверк, пиротехник приехал позже, или там не получилось раньше сделать, потому что затянулось какое-то поздравление, и, соответственно, фейерверк приходится сдвигать на более позднее время. А фотограф в это время, вот у него время закончилось, он собрался в это время, и его не волнует, успели вы, да, или не успели. Если он голодный, то его основная задача сейчас, на текущий момент, это поесть где-то, и он хочет скорее собрать вещи, скорее уехать для того, чтобы перекусить, для того, чтобы покушать, потому что человек не ел целый день. И даже если час фотографа, допустим, стоит, там, 6000 рублей в час, и вы подойдете и скажете, давай мы оплатим тебе за этот дополнительный час твоей работы, только останься, пожалуйста, чтобы снять наш торт или снять наш фейерверк, и даже если вы попросите задержаться, да, за деньги на этот час, то он может не захотеть остаться, да, и, ну, в силу того, что его вот в текущий момент волнует только одно, он хочет есть, всё, больше он не хочет ничего, хочет решить вот этот вопрос. И на выходе съемка останется только на телефонах, да, это во-первых. Во-вторых, в дальнейшем фотограф, когда сядет обрабатывать вашу свадьбу, да, ваши фотографии, он, да, безусловно, сделает за то, за что вы заплатили, и отдаст вам ровно то, за что ему заплатили. Например, написано у него в договоре, что он отдает вам от 300 до 500 снимков, он 300 обработает и отдаст, да. Но нужно понимать, что ситуация в корне меняется, если фотографа покормили в самом начале банкета, то есть банкет начался, все сели кушать, у всех там пауза, да, для того, чтобы перекусить, и фотографа тоже ему накрыли где-нибудь в гримерке и сказали, иди перекуси тоже. Конечно, ситуация в корне будет совершенно другая. Фотограф сытый, фотограф полон сил, да, и он, конечно, готов работать дальше. И если даже что-то сдвигается, и фотографу нужно задержаться, человек может задержаться порой даже без каких-либо оплат. То есть частенько бывает такое, в моей практике было такое, что я могу подойти к фотографу, попросить его задержаться, и он говорит, да, конечно, без проблем, на 20-30 минут вообще никаких вопросов, и даже доплачивать ничего мне за это не нужно, но потому что он сытый, его этот вопрос не волнует, его не волнует вопрос, что он просто умирает с голоду, что ему хочется покушать, и он не елся там с 6 утра. У него этот вопрос решен. Что получается дальше, да, что получится потом? Человек, допустим, сделал 2000 снимков, и из-за того, что отношение было человеческое, да, к фотографу, не нужно было ему напоминать, покормите меня, а будут ли кормить, ну там и так далее, да, и он сел обработать фотографии, и, скорее всего, он обработает больше, ну почему бы нет, да, у него хорошее такое впечатление осталось, приятное, да, от этой работы, и почему бы отдать, не отдать больше снимков ребятам? Не 300, а 500, да, допустим, или еще больше. Еще, знаете, бывают такие ситуации, когда вроде бы и обещали покормить фотографа, например, да, и в договоре прописано, а не кормят. А вот почему так получается, да, что вроде обещали, в договоре прописано, что обязательно мне нужно, чтобы меня кормили, а вот не кормят. Чаще всего это когда молодожены самостоятельно организовывают свою свадьбу, и в большинстве случаев это происходит по вине ресторана, ну именно банкетной площадки. То есть невеста знает, да, что нужно покормить фотографа, там, видеографа, да, свою команду. Говорит официантам, покормите команду, он говорит, да, хорошо, но не кормят, да. Для подрядчика, для любого подрядчика, будь то фотограф, видеограф, ведущий, да неважно кто, да, для них это дискомфортная ситуация, когда приходится спрашивать про еду. Приходится подходить и говорить, там, Татьяна, а меня покормят? Татьяна, еду сегодня вообще будут? Будет еда или нет? Но спрашивают, да, приходится спрашивать, так как если организатора нет, то просто могут забыть про это и просто могут не покормить человека. Подрядчик может еще раз подойти и спросить, да, а будут кормить? И получается такая же ситуация, когда он вроде рассчитывает, что его покормят, ему говорят, да, да, покормим, да, 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 сейчас покормим, сейчас покормим. День проходит, а его не покормили. И снова получается такая же ситуация, когда он надеялся, что его покормили, но его не покормили. Какой вывод, да, можно из всего этого сделать? Вывод такой. Дешевле, девчонки, покормить. Дешевле все-таки, да, позаботиться о своей команде и предоставить питание для своей команды. Почему? В тот момент, когда подрядчик будет отсутствовать на площадке, отойдёт он на час, допустим, на обед, но вы этот час всё равно оплачиваете. Вы же понимаете это, что всё равно вам придётся оплачивать этот час, даже если его не будет, этот час, на площадке, вы всё равно за это платите. Но он этот час не работает. И фотограф, повторюсь, может выбрать любое удобное для себя время. Он может пойти обедать ровно тогда, когда ему привезли еду, например, или ровно тогда, когда он понял, что он не может уже больше терпеть. Если вы оплачиваете самостоятельно питание для вашего фотографа, ну, сколько стоит в среднем обед? Ну, 500, да, ланч. Сколько? 500, ну, 800 рублей, да, это если вы заказываете какой-то готовый ланч. Это не стоит там 5000 рублей на человека, это стоит там 500-800 рублей ланч, ну, там, 1000 рублей. За эти деньги он никуда не уходит. Он остаётся в зале, да, он кушает где-то в гримерке. Даже если он слышит, что кто-то поздравляет, он быстренько подскакивает и бежит, фотографирует, чтобы не пропустить никакой момент, да. И отлучиться он может, ну, на 10, на 15 минут. То есть большая вероятность, что он ничего не пропустит вот как раз-таки в этот момент, когда будет происходить что-то важное на банкетной площадке. Вот. И для него, для самого, знаете, будет важно сначала сделать вот это вот дело, да, потом перекусить быстренько и снова вернуться к работе. И он приходит сытый, довольный, и всё, в общем-то, у него хорошо. Второе. Так как вы позаботились о человеке, то он лоялен, да, и может легко пойти на уступки и помочь в чём-то. Например, задержаться, если нужно задержаться, как я и говорила, да, или сразу же обработать фотографии и показать фотографии на площадке в тот же день, например, на большом экране где-то, да, или расшарить всем вашим друзьям фотографии, ну, просто потому что ему захотелось поделиться, он уже успел обработать, и ему захотелось поделиться фотографиями с вами или с вашими друзьями. Но нужно понимать, что он должен захотеть это сделать для вас, да, он должен хотеть этого сделать. То есть, возможно, у него не написано это в договоре, что он это сделает, возможно, это не входит в его оплату, да, работы, но ему хочется это сделать, потому что о нём позаботились. Он может больше времени потратить на выбор фотографий, например, для вас, да, и обработку ваших фотографий, ну, и, соответственно, отдать вам больше снимков, то есть уже не 300, да, как у него написано было в договоре, а 500 или 1000, например, да, или 800, потому что ему приятно, ему о нём позаботились, ему, конечно же, хочется сделать для вас что-то большее, потому что здесь у него уже такое ощущение, что вы для него не просто заказчик, да, что вы для него друг, и ему хочется действительно тоже сделать что-то хорошее для вас, как для друга. Поэтому если не покормить подрядчика, то вот это всё, что я писала выше, может просто не быть, и делая вывод, дешевле всё-таки свою команду покормить, и скорее всего, гораздо больше эмоций, приятных, положительных вы получите в том случае, если ваша команда будет сытая, такая же сытая, довольная и счастливая, как и вы с вашей второй половинкой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчик вверх этому видео, обязательно включите колокольчик, обязательно напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы со мной, что всё-таки свою команду на мероприятии нужно кормить, или может быть вы не согласны, напишите, мы с вами обсудим, я постараюсь также ответить на ваш вопрос. И также не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте поддерживать его, потому что ваша подписка, ваши пальчики вверх, ваши включённые колокольчики, это самая хорошая поддержка для меня. Ну и, конечно же, делайте приглашения на сайте Event for Me, я уверена, что у вас получится действительно достойные, красивые приглашения для ваших гостей, которые подойдут под концепцию вашего мероприятия. Всё, пока-пока.